Сегодня будем говорить про Power Automate. Что это такое, как им пользоваться, когда его лучше всего использовать, а когда нет. Power Automate — это утилита, которая позволяет нам автоматизировать процессы. Это облачное приложение в Office 365, которое работает автоматически, пока мы заняты своими делами. Оно дает нам возможность с использованием low-code решений делать серьезные и обширные проекты. Возможности, можно сказать, безграничные. За короткий промежуток времени можно сделать хороший и интересный проект. Что нам дает и что нам можно делать с помощью Power Automate? Есть три вида Flow — Scheduled, Automate и Instant. Давайте разберем подробнее каждый из них. Scheduled — это когда вы автоматизируете ежедневные процессы. К примеру, каждую пятницу мы должны отправить отчет, который говорит о том, сколько невыполненных задач у нас осталось на этой неделе. И ранее обычно человек тратил около часа, может быть, больше для того, чтобы сделать и отправить этот отчет. То сейчас Power Automate делает это в фоновом режиме по расписанию каждую пятницу. Без какого-либо участия и вмешательства человека. Automate — автоматизирование нотификаций по событию или ивенту. К примеру, он будет оповещать человека, что есть задачи, которые ждут от него аппрува или дизаппрува. И когда человек делает свой выбор, то вы получаете уведомление на почту или куда-нибудь еще, что человек сделал свой выбор. И Instant — это когда вы с помощью одного нажатия кнопки делаете какое-то действие. Например, можете мгновенно отправить напоминание команде с помощью мобильного устройства. Что еще дает нам Power Automate? Basic Integrations — мы можем делать односторонние и двухсторонние интеграции. Преимущество данного подхода связано с тем, что, не зная API SharePoint, у нас есть возможность взять шаблоны Power Automate, добавить логин и пароль, сделать connection. И у нас предоставится возможность работать с файлами в SharePoint и многое другое, что позволяет сделать API в SharePoint. Data Integration или Data Migration. Тут есть нюансы. Из-за большого количества данных нужно подходить к использованию Power Automate в суммом. Когда лучше всего использовать Power Automate? Sequential Processes или последовательные процессы. Это те процессы, которые работают в последовательном порядке, в определенном порядке, когда выполняется, к примеру, один блок, потом второй блок, потом третий блок. Basic Solutions — это набор настроек и компонентов, которые позволяют пользователю создавать и управлять процессами автоматизации. Basic Solutions используется для организации и управления рабочими процессами, а также для создания пользовательских приложений и отчетов. Могут быть легко настроены пользователям без необходимости обширенных знаний в области программирования. Для прототипов. Когда нам нужно показать клиенту возможности интеграции, перерасчетов с другими системами. Для того, чтобы показать, как это работает в реальности, мы можем использовать Power Automate. Background Processes. Это процессы, которые используются в фоновом режиме без участия пользователя. Эти процессы могут быть запущены автоматически по расписанию или в ответ на определенные события, которые я уже упоминал выше, когда объяснял виды Flow. Также хочу напомнить, что Flow — это асинхронный процесс. Ну и в завершении, когда у нас маленькие бюджеты и лимитировано время. Потому что Flow предоставляет готовые шаблоны, которые мы можем сразу же имплементировать. Какие же есть недостатки и лимитирования в использовании Power Automate? Первый. Сложные рабочие процессы значительно влияют на производительность программы. К примеру, когда мы используем Switch, то есть если переменная равна 1, то такое это действие. Если переменная равна 2, то другое действие. Если переменная равна 3, то третье действие и так далее. Можно в этот Switch добавить около 20 кейсов. То с Power Automate все это работает очень долго. В случае с написанием кода это происходит молниеносно. Из этого делаем вывод, что если мы используем большую обработку данных, то лучше не использовать Power Automate. Power Automate позволяет делать до 250 действий в одном workflow. Возможно, для больших проектов это будет проблемой. Одна из также лимитирований — это Frequency. Frequency — это то, сколько времени будет триггериться Flow. До 15 минут это будет происходить в бесплатном плане и до 1 минуты в App-based плане. К примеру, насколько может произойти задержка в нотификации. В 10 часов в плане у нас должна прийти нотификация, что событие произошло, но оно пришло в 10.01. Вот это 1 минута задержки и есть Frequency. Еще одна лимитация. Мы не можем публиковать Flow в Google Play или Web Store, Windows Store. У нас есть интересные решения, мы хотели бы им поделиться, но на данный момент это невозможно. Нельзя интегрировать в Power Automate JavaScript или C Sharp, что, скорее всего, значительно повлияло бы на скорость работы Flow. Этим Flow, с которым мы работаем, нельзя делиться вне бизнес-системы или вне команды. Возможно, бывают ситуации, когда нам нужно поделиться этим решением, но мы ограничены в рамках нашей системы. Примеры работы Power Automate из моей практики и практики моей команды. Еженедельный бэкап-решение для Dynamics 365 CRM. Клейт захотел, чтобы был бэкап CRM, и он отправлялся в определенное место. Примерно за 2 часа мы создали Flow, который скачивает определенные солюшены, которые содержат именно те кастомизации, которые нужны клиенту, и сохраняет его в SharePoint в определенную папку с определенным именем каждую неделю. Это было очень успешное применение Power Automate. Также есть еженедельная нотификация Teams внутри нашей команды. Каждую неделю происходят нотификации автоматически. Мы не тратим больше времени на отчеты. Они автоматически отправляются без какого-либо нашего участия. Мои рекомендации. Записывайте каждый компонент, который делает Power Automate. Если вы работаете с JavaScript или C-Sharp, то на одном экране мы можем видеть достаточно много текста и понять логику этих решений. Если же мы работаем с Power Automate, то блоки располагаются не так часто. И дизайн этих блоков достаточно большой. Поэтому приходится постоянно скроллить, чтобы понять, что происходит в этих блоках. И постоянно нужно их разворачивать, чтобы понять, какие именно действия он выполняет. Это не очень удобно. Поэтому лучше записать, за что отвечает каждый блок, и вы просите себе задачу. В заключении, Power Automate это шикарная практика для того, чтобы быстро и эффективно решить задачу, когда у вас маленький бюджет и очень мало времени. Или когда вам нужно сделать какой-то прототип, и вы работаете с небольшой базой данных. И у вас, возможно, нет обширных знаний в программировании, и вы все равно сможете создать Flow, и это будет очень легко и прекрасно. Я не рекомендую использовать Power Automate, когда вы работаете с большой базой данных. Потому что это усложнит процессы, и скорость работы Flow будет неприемлемой. Спасибо за просмотр и до скорой встречи.